друзья всем привет видео показываю специально для тех кто укореняет пеларгонию и как ее можно укоренить если кто не смотрел мое видео посмотреть она называется работа с растениями там я показываю как я обрезаю эту пеларгонию где-то недель назад я сняла ну на ю тубе мне кажется три назад я его только разместила а вот в дзене шесть дней назад если кому интересно посмотреть как я обрезаю пеларгонию я ее обрезала и у нее были такие длинные стволики что мне захотелось сделать вот такой эксперимент то что и укореняется вертикально я слышала горизонтально я уже пробовала мне этот метод показался рабочим горизонтально но мне он не понравился тем что я не знала как поливать и у меня там получилось так что все сгнило но тут у меня получились такие мощные корни и видите какие листочки уже начали расти на этих стволиках укоренилось у меня всего лишь три два еще не укоренились и вот этот вот один череночек тоже не клюнулся но я так поняла что им воды меньше досталось влаги видно собратья вот эти вот оказались сильней а эти воли такие слабенькие но и они укоренятся я думаю все нормально с ними будет всем приятного просмотра неделю назад я черенковала вот эту пеларгонию я смотрю у нее появились корешочки вот видно или нет не знаю на камеру куда я показываю вот корешочек тут у меня с этой стороны стоят стволики я сначала их хотел отдельно а потом решил сюда их поставить вместе с черенками потому что емкость хорошие череночки у меня с листьями а стволики голые были я смотрю у них тут уже наросла листва на этих стволиках я решила посмотреть так это это корни значит получается на этих а на стволиках на этом нет а вот на этом есть ой батюшки и тут что такое это что-то для меня такое пирос вижу вот хотел сказать и это тоже борода бородой еле-еле вылезает но нет этот поменьше вы посмотрите какие корни но вообще вот это пеларгония она у меня стоял месяца два на лоджии ведь какие у нее темные темные эти стволики короче не все укоренилась но что укоренилась то уже радует вы посмотрите какие корнище особенно вот у этого вот вам пожалуйста голый стволик старый листва пошла и корни какие вот сейчас я их все буду сажать в грунт уже вот на одном есть на втором есть а вот на двух не кажется не хватило влаги потому что видите перлиц вермикулитом очень уж сухой а эти череночки все дали мне по еще вот стволик все не все вот один череночек не дал мне пока еще корней но они все-таки хорошенькие сейчас я их все пересажу а эти вот назад поставлю что-то я их наверное забыла про них что ли влагу им добавить тут совсем совсем сухой перлиц вермикулитом и просто какие-то оказались сильнее и все выпили а как они без влаги только стволик и со свою влагу отдали бы ну в общем есть вот такой вот когда эксперимент савит в разных местах но мы с одного срезали я вот этим экспериментом не верю когда срезают с одного растения и вот видите вот с этим укоренился лучше с другим хуже вот пожалуйста в одной емкости с одного растения какие-то укоренились какие-то нет поэтому это не зависит от того что чем вы там макали вот ничем не макала все результат такой получается три укоренились один не укоренился эти три укоренились два не укоренились точнее корней не дали вот у меня пожалуйста прибавиться растюшки сейчас я и будут пересаживать и самое главное они у меня всего лишь неделю стояли на куринение вот такой вот результат я считаю что это очень хороший результат я не знаю почему по какой причине быстро вот это может быть сорт такой но я подозреваю что ей было хорошо очень на лоджии она там с такая была красивая зеленым зубрудной листвой стояла и вот пожалуйста это видео у меня называется работа с цветами там как раз я показываю как обрезаю вот эту пеларгунь она у меня высокая мощная такая была листва у нее красивой зеленый изумрудной была может быть ей был так хорошо и и черенкам тут оказалось хорошо но сейчас я буду пересаживать как пересаживать буду это не самое главное и вам пока света не буду единственное могу сказать что делаю я перлит с вермикулитом сейчас добавлять стал чуть-чуть потому что я его крик купила много и теперь кладу чуть-чуть вермикулита пол литра перлита пор и пол литра вермикулита и все это у меня идет на 10 литров торфа агробалт вот и все все мое укоренение всем всего хорошего мира добра здоровья благополучия пока пока